добрый день друзья добро пожаловать на мой канал на на языку простые рецепты сегодня у меня для вас но очень простой рецепт домашнего сыра и так что нам нужно молоко 1 литр сметана 200 грамм яйца 3 штуки соль и на ваш вкус смотрите зелень приправы по желанию можете добавить небольшой кастрюле нагреваем молоко и добавляем соль молоко должно кипеть на медленном огне примерно 5 минут не забываем помешиваем лопаточкой если вы ни разу не готовили сыр самостоятельно то рекомендую начать с этого быстрого рецепта сыр по вкусу получается очень нежный сливочный что касается ингредиентов то лучше всего использовать жирное домашнее молоко и сметану и конечно же домашние куриные яйца тогда ваш сыр точно будет максимально натуральным и очень-очень вкусным по желанию в сыр можете добавить ароматный укроп кусочки сладкого перца и любые сушеные специи и так в миску кладем нашу жирную сметану и добавляем 3 яйца размешиваем до однородности миску куриные яйца вы видите молоко наше уже закипело и в кипящее молоко тонкой струйкой вливаем нашу подготовленную яичную смесь в течение двух или трех минут молоко начнет сворачиваться и появятся мелкие крупинки не выключаем огонь и продолжаем кипятить еще пять минут в течение двух минут Вот видите, хлопья становится все больше и больше. Вот видите, хлопья, 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 хлопья. Ну вот, почти наше молоко разделилось на творожную массу и сыворотку. И на этом этапе мы убираем нашу кастрюлю с плиты. Берем друшлаг. Застилаем марли. И разделяем нашу творожную массу от сыворотки. Сыворотку, которая стечет в нашу миску, можно использовать для выпечки. Я, например, приготовила из этой сыворотки блинчики. Они получились очень мягкими и вкусными. Оставляем наш сыр под прессом примерно на 5 часов в холодильнике. Из этих указанных ингредиентов получается 300 грамм вкусного домашнего сыра. Так. 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 А вот и блинчики, которые я приготовила из сыворотки. рецепт блинчиков у меня есть уже на моем канале ссылку оставлю под видео в описании ну давайте попробуем наконец-то дошла очередь и до меня как вы видите уже ломтики уменьшились очень вкусный сливочный нежный вкус у этого сыра ну а с блинчиками вообще вкуснятина друзья я уверена этот сыр вам очень понравится сделайте эксперимент и приготовьте такой сыр я уверена он у вас получится и вы останетесь довольны ну а если вам понравился этот рецепт ставьте лайки пишите комментарии мне будет очень приятно ну а самое главное не забудьте подписаться а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока а